Основными темами аппаратного совещания И наполнить бюджет еще порядка на 10 миллиардов рублей В идеале Значит, это огромный вызов для нас И огромные финансовые ресурсы, которые, в общем-то, как мы на прошлой неделе увидели Есть на территории Ульяновской области, если мы объединим свои усилия Строчками пополнения региональной казны губернатор назвал борьбу с теневым сектором экономики И регистрацию объектов недвижимости То, что задача вполне выполнима, показывает предварительные данные по наполняемости бюджета за 10 месяцев этого года Они произошли все ожидания Консолидированный бюджет поступило почти 43,5 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов Это на 550 миллионов больше спланированной суммы К прошлому году рост доходов консолидированной казны составил 4 миллиарда 695 миллионов рублей То есть вот такая колоссальная сумма Это 12,1% темп роста Однако есть муниципалитеты, которые не справились с показателями Не додали в казну Меликевские и Ульяновские районы Губернатор предупредил их руководителей, что за этими муниципальными образованиями будут пристально следить Председатель правительства Александр Смекалин отметил, что муниципалитетам нужно активнее пользоваться механизмами поддержки малого и среднего бизнеса Это как раз и позволит привлечь дополнительные средства в казну И избежать неприятных ситуаций и невыполнения бюджетных обязательств После обсуждения бюджета перешли к второму главному вопросу аппаратного совещания На прошлой неделе произошло ДТП в Новомолоколинском районе, связанное с пассажирским транспортом В нем пострадали 19 человек Зима не за горами Раз она не за горами, так сказать, когда у нас в сегодняшних условиях, когда, так сказать, достаточно сухо и хорошо отремонтированы дороги И мы видим то там, то сям, так сказать, в стране, да и у нас на территории Ульяновской области совершаются дороже транспортное происшествие То чего нам тогда стоит ожидать, когда пойдет снегопады, появится гололедица и масса других вещей Первое поручение, которое дал губернатор, заключалось в проведении проверки работы Ульяновского автовокзала По словам главы региона, он регулярно получает жалобы от людей на перевозчиков Сергей Морозов поручил провести встречу и с представителями автотранспортных предприятий В целом ситуация на дорогах области улучшается За 9 месяцев на 8% снизилось количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Мы провели анализ по динамике сокращения количества ДТП Надо отметить, что по всем показателям Ульяновская область продвинулась, улучшила свои показатели Так, если в прошедшем году по динамике сокращения ДТП мы были 14-й ПФО Сегодня мы находимся на втором уровне Однако есть ряд направлений, которые не могут не вызывать опасений Это как раз дорожно-транспортные происшествия в сфере перевозки пассажиров Аварии на автобусных и трамвайных маршрутах увеличились Ситуация по сравнению с прошлым годом не улучшилась Основная доля автоаварий приходится львиная Более 90% это на город Ульяновск, Димитровград Но наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах Как уже отмечалось на скоростных, где в федеральных автомобильных дорогах Об этом говорится статистика общероссийская Выход из сложившейся ситуации есть С 1 июля следующего года все автомашины, предназначенные для перевозки пассажиров Будут обязательно лицензироваться и вноситься в специальный реестр Это позволит следить за их состоянием более пристально Кроме того, на региональном уровне предлагается установить видеорегистратор во всех автобусах Так можно будет следить за тем, чтобы во время движения не было перегруза машин Камера предлагает установить и в пунктах, где транспортные средства проходят досмотр перед выходом на рейс С помощью этой меры можно будет проверить, проходят ли они контроль формально Или в соответствии со всеми нормами Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда